welcome 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 дорогие друзья как у вас дела у нас здесь возможно последняя игра потому что крау крауды не совершает ту ошибку которую сегодня кто-то вот совершал я помню свап они сделали кривоватый и не пошли на ту сторону которую надо было идти но крауды после поражения от предыдущей игры забыли обо всем что было и пошли пошли сейчас на синюю сторону вынуждая команду unicorns of love тратить три бана именно тех трех чемпионов которых я назвал знаете я начинаю реально подозревать что инви слушает мой стрим потому что я так и сказал что если они сделают сварту вам надо будет банить вега диану и серафима с другого варианта просто не будет и они все три этих бана сделали появляется мунда который был бы в сотни раз полезнее там кенч предыдущей партии но странно что все же мунда на фирспике берется это переход хода с потенциальными контрпиками ну посмотрим как будет от контрпиков сейчас играть команда крау крауд они не забрали ни одного power чемпиона просто взяли убрали трандла потому что она на сик на нем сыграл хорошо появляется у нас гвен но она появляется под как раз таки мунда и парус ну что ж против варуса есть много чемпионов как думаете назвать одного из них и сразу же он появится ну давайте назову афелей с трэшом если вы сейчас его берете вы скорее всего выигрываете ленинг фазу афели трэш это та именно комбинация которую чаще всего берут в варуса иногда еще берут с с браумом но это чушь сам вчера дабллифт горел когда однажды взяли с браумом но дабллифту это не нравилось он долго рассказывал что он считает это за вообще юзлоса против варуса да ты можешь вернуться от ульты да ты можешь отпрыгнуть может даже иногда брать телепорт на линию потому что ну ничем тебе не угрожает это независимая до керри но все же как-то недостаточно хорош из реаль по полку в отличие от варуса то есть когда они встанут на линию это не будет ощущаться но когда они встанут с тимфайты начнется по кирская вот это вот игра и там проиграть но решили рейкана взять с рейкан тоже хорошо работает мне наверно рейкан здесь только не нравится из-за того что они еще не увидели саппорта на той стороне не могут попасть да вот под научилась как раз тот кого я вам рассказывал но не не научилась бы правильный вариант либо леона леона научилась леона научилась леона научилась никаких алистаров он вам не нужен потому что ну серьезно это мимо алистар просто мимо алистар никак вообще не помогает против рейкана ракан тупо прыгает в него через него проходит charm и дальше бежит по всем игрокам а научилась не даст ему прыгать потому что он даст авто атаку по нему либо хуком его зацепит леона но она просто на линии и может раньше делать инициацию у леона есть свои другие фишки но тоже там надо под комбинацию с варусом играть так научилась даже и без этого работает 212121 я просто думаю кого банить к синджао решает убрать из игры unicorns я не знаю что они хотят в лесу играть для ананасика но раз и не убирает к синджао очень похоже на то что они хотят возможно играть без эскейпового какого-то лесника диана уже была забаня здесь минус р или правильный бан мне нравится это проверили тоже говорил ребят что но манс предыдущей игре сыграл очень хорошо и реле не стоит ее оставлять открытый на эту партию потому что иначе вы попадете под такой же давленческой ситуацию и джейса раз вы говорили ребят что джейса здесь брали под полк драфт он хорошо может зайти мунда магический урон наносит и еще лесник мог оказаться магического дэмэджа у команды крау краута джейса можно было бы здесь и забанить но возможно у них на это план и есть у команды unicorns of love чтобы джейса забрал гриффин на медлейн они возьмут к нему полу контрпик либо просто свободную линию какую-нибудь я лично вижу хорошо здесь корки плюс какой-нибудь усиление мунда рейка на тот же самый трандл уже забаня но какая-нибудь си джуани вполне могла бы здесь зайти для команды крау краут если они играют ну или какое-то подобие там джарван с горем пополам просто вот корки с изом прям отлично заходят ну катик до без эскейповый как я говорил бы точнее бестоцешный лесник потому что там к синджао был это казикс но рассказе x тогда надо его усиливать усиливать его обычно через орден цензор мид лайнеров либо через какого-нибудь оля галлио чемпиона и пока самый ожидаемый вариант это галлио twisted фейд для номан за карма лулу то вот что то такое си джуани появляется от команды крау крауд для манти драгона задумались пока что он взяли люциана хорошо это альтернатива джейсу решили джейса не брать хотя против казикса именно джейс лучше заходит чем лицан сан слишком долго наносит урон и джейс может еще его откидывать но решили не рисковать не попаду хотя приносит там будет галлио либо а это кстати получается мунга лес они туплей то что это казикс облизалась я бы сейчас брал только какой-нибудь лулу карму на мид пофиг что он там немножко пострадает от люциана объясню здесь для казикса вообще нет сложного чемпиона просто всех можно сжирать кроме мунда конечно же но на мунда тебе плевать у тебя есть два чемпиона с процентным уроном они решают взять и он без усиления казикс просто взять и она это какая-то домашняя заготовочка про иона я не мог даже предположить здесь не как усиление казикса он не дает это как альтернатива и реле и она может конечно же это альтернатива работать два жестких чемпиона против двух не самых жестких чемпиона это мунда плюс люциан против казикса и она средняя стадия игры будет очень сильно у команды unicorns of love надо еще на руны посмотреть но я не уверен насчет иона просто это тот чемпион который если начнет отставать он за собой потянет и казикса а там по вот этой вот волне вполне может еще и полететь вниз босс на своей гвен и просто они будут сражаться против дальше не убиваемого мунда с драконами под массовым пауком эза и если они ворвутся всегда попадут по драйкана кенана то есть именно тимфайты у команды краукраут сильнее по-прежнему остаются но ленинг фазу я думаю они должны проигрывать мне нужно рудный посмотреть так в открытую не могу без рун это все сказать там еще от казикса зависит это будет dark harvest рун и конквей руна скорее всего конквейер чаще на высоком элла играет именно конквейерсовские руны но винрейт у них ниже кстати говоря чем у электрокьюта и dark harvest dark harvest а чуть чуть выше чем электрокьюта электрокьюта где-то на процент было выше чем у конквейера но если вы привыкли играть с конквейером то перестраивается уже не стоит играть лучше так как привыкли на было пикать сильного лесника в контр пик азиксу я тоже чтобы соглашусь по этой теме но им нужно было тогда магического урон брать чемпиона либо просто танка и они побоялись отдавать давление на карте почему они гвань не забанили после три игры подряд берет это потому что гвань ни в одной игре ничего не делала откровенно говоря первую игру он проиграл во второй игре он ничего не делал просто победил за счет сприт пуша того что его чемпион дошел до трех с половиной предметов это вообще не взаимосвязано никак с действиями игрока то есть не чемпион не игрок не затащили эту партию просто думаю кого можно было взять я ограничен немножко сейчас чемпионах потому что указе кстати есть контр пике но они все соло кушные неприятные такие варианты это рексай в начале игры неприятный вариант это кайн на протяжении всей игры так задуматься красный кайн конечно же неприятный вариант начала игры это элиза но это все сулоку она вообще не будет здесь работать особенно каин там ладно еще рексай как-то мы можем увидеть здесь вообще не представляли сильно можно было взять кстати не у них люциан лисин был бы тогда мунду на топе не тоже муж 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 карту с это смертоподобие это просто ты сам себя закапываешь рамбл сейчас ослаблен поэтому в лесу его редко кто играет зак хороший драфт но только при условии что у тебя линии сами по себе могут выжить а тот линиям нужна помощь а зак не сможет дуэлиться против казикса поэтому скорее всего зак лишиться всех крабов и все так что наверное из оставшихся чемпионов может и правда мунду самый лучший вариант танка в лес кенана топкин на топ хороший вариант тем более что магический урон нужен а киндред киндред люциан мусор какой-то не идея у тебя получается люциан киндред и с в одной команде но сам понимаешь как ты не очень звучит где получить добро на рестрим куда молиться на рестрим чего на варда кстати спалилась райкан там бар был поставлен река но не от меня этого он просто ставит вар детский уходит на базу и берет просвет очку диана да было в бане самом начало убрали всех тир один чемпионов на литер с чемпионов как можно вслепую брать гриффин решил играть через экзост как с 2 экзоста и гнать такой драфт команды караукраут со стороны конквер и гнать то есть без флэша то play ну в общем все дефолт на 3 проценте давайте расставим сейчас по проценте ком думаю получается начало игры чуточку за все же крау краудами 55 поставлю за ними средняя стадия игры тоже за ними 55 но они очень сильно проигрывают концовочку ставлю им только 35 процентов можно на самом деле даже меньше ставить если им с дрейком не повезет первый драконом везучий там клаудовский бесполезной это лучше чем клаудовский бесполезно будет в конце да вот здесь с то то соглашусь который пишет что 10 проблему игроков то что у них 3 4 чемпиона это потолок их пиков на хорошем уровне это да это большая проблема если фейкер может блин сыграть чуть ли не 15 чемпионов на одном уровне и еще 5 чемпионов на невероятном уровне то здесь действительно единственная надежда на ады керри там и саппортов у которых не так много чемпионов пул изначальный поэтому они могут на своем основном чемпионе прям поиграть показать уровень вообще я хотел увидеть чтобы канити с команды вытащила барда и на ротациях победила на бот-лайне простоял бы там варус варус северка зикс в одиночку и вообще плевать на все попробуй убей его но манс на получал ради прикола через даран он стартанул эту линию гриффин пошел как раз ки через меч и как и варус сразу же можно было наверно даже не через меч и кайти через кул гриффин он все но в соло килл сделать не сможет он же сам взял экзост для этого но манзу не дают по фарминг хотя вот это надо было конечно доджить но ешка была на когда он замаксил кушку ешку взял себе просто чтобы уворачиваться на козик уже собирается делать первый ганг козикса не увидели но пинг был знак вопроса до козикса увидели он приходит просто помочь но манзу что-то сильно отстает часть опыта воруются здесь но гриффина надо попытаться подфрезить эту линию она сама даже запретилась не надо пытаться ничего делать хорошо бы там пробежать как-то w кинут он только третий уровень поэтому дабы кинуть не может и отменить сопернику реку но тем временем мунда отдал краба снизу краб на краба размин но при этом он еще из-за того что козикс темп потерял обворовывает козикса лес у козикса вообще щас гигантские проблемы потому что он только может забрать краба как линия то от фризилась гриффин что случилось жадина что ли заклинание нажал походу заклинание нажал ребят и теперь ганг может выйти от ананасика линия была зафрижена у него было 6 крипов против 8 9 оппонента а теперь она почему-то пушится в ту сторону правда козик не пошел почему на ганг постоял и решил проверить своих рапторов хотя очевидно что их уже там нет ни рапторов не големов а козикс без ничего гриффин раздамаживает но сейчас на краба надо идти ананасику над нарекола течет ходишь то но он хочет может денег не хватало вообще он хочет таймингово забрать гром по которой сейчас появится потом таймингово забрать волков и потом типа сарик улица ладно это тоже правильно опа а это хороший kill соло от жесткого макса он прибежал сюда эти гриффин все же не зря наверное линию начал подпушивать постепенно потому что он таким образом прикрыл краба от мунда но было опасно что ему выйдут спину но этого выхода не зашло а потом с этим большим паком крипов они просто поймали номан за которые но откровенно говоря опять потерял много хп ради прикола ну-ну-ну-ну-ну мутант ну тут что такое кушечка 20 надо было одессе эти жесткие оказывается прыжок на гриффина с гриффина прыжок по манзу он амаза есть flash но эрекции не хватило у старенький уже санта здесь приходит выбивать в арты а кто получил кило не обратил внимание рейкан или лица напомню цик заработал это убийство мать и драган находит вар детский мать и драган ничего не делает он пока просто воспользовался тем что казикс показал свое местоположение и просто ходил по карте фармился до лица он заработал у него появилась из-за этого бесплатная капля он за счет фарма вышел вперед и за счет кило совсем вышел вперед теперь у него и бесплатная фара капля настакивается и если то летит сирата дирк драган стартует дрейка ну пока свои пятьдесят пять процентов крау крауды отыгрывают на все как будто 70 процентов прям настолько вспоминаю что лейт будет очень хорошего юникорнсов но для него еще дожить и дожить и мне больше не нравится скорее ситуация не это а вот ситуация с кеноном а дело в том что там действительно тяжелая линия у босса а казикс вот пока никак эту линию не попытался исправить потому что кенон более гонкабельный чемпион нежели люциан особенно люциан с иона а папа папа хок ай не улетел на жестком акса есть прыжочек есть flash down тут же нажимает подогнает попадает то есть получается он разменял flash на и гнает но не самый лучший на для него размен идеально было бы как-то убежать вообще ничего не потерпит но что вышло то вышло а что у нас мутантом как там по фарму почему на 47 фарма из 62 возможных а то и там 65 возможных то очень плохо еще и линию эти органов успевает допушить и сломать вышку ну не все а пластину казикс тоже там успел втихаря зайти к мунда влез слабенько слабенько а воли пера кстати про волик забыл доволен мог быть против козик сахар шпик кстати говоря да и был бы у них драфтов ли бир мунда на топе я был бы хороший да тоже драфт полностью соглашусь был даже наверно получше чем вот этот они так сильно не отставали в лейтгейме но начало игры имели бы те же самые 55 процентов он холли прокаст но не получается поймать его ук грифин отпрыгивает подводит крипов подвышку решает все же не танковать полностью подвести но вот а вот где мунда на топе вот почему и мунда не идет на товар дайв вместе с там рейкан даже пробежался такое мне не нравится все не пластину сломали но могли босса вообще прогнать от этих крипов это вот как раз кривовастенько получается инициация по мутанту мутант от флешивает сантос не достает к сожалению для него туда и поздновато вылетела ульта немножко теза но он сам тоже не знал сколько там ударов вышки долетит час у него проблема есть жесткий макс проверяет эти кусты мутант кидает экзоста носика избивает он уходит в невидимость это потеря ульты казикса но и потери гна это я смотрю потому что жесткий макс решил еще кинуть и гнать если бы казикс продолжил бой но mighty dragon вот они денежки да на топе пластину они сняли куда направить на мидлей но фактически лучше всего на мидлей но сначала я думаю лучше даже не вызывать сейчас геральт q по фармится что будет выбирать он потому что на бэке много предметов у всех игроков и сейчас он просто вызовет они снимут пластина не вряд ли сломает эту вышку потом он сможет уже по энергичнее сыграть когда с бэка будет и он и казикс попадает унициация экзост хук от сантоса гриффин жив эти dragon здесь кин он пролетает сразу же что ты даже не надо было целиться и сантос умер этого теперь можно уже вызвать геральточку то геральт к пошла сразу шели в атаке пластину две с половиной сняли надо чуть-чуть еще урона нанести и вышка упадет помните там 2 200 залетает не добивает еще но крипчики ой какая ошибка два удара вышки пропустил на ровном месте только что медленер команды крау крауд и это приводит казикса к шатдауну в карман и после этого еще и к смерти кенана и вышку даже не добили ну подождите половина крипчиков то вот там два крипчика сейчас подойдут и вытанкует какая ошибка глубоко слишком зашел лицам пропустил два удара вышки и тут же казикс у него просто слыша прыгнул сожрал камбэк делать команды и не корс но не по деньгам камбэк именно по морали я думаю важно было это тоже то это что орган но это что почему жесткий макс его не добил можно узнать ладно но жесткий макс видимо не не посчитал что крипы могут убить орган авто здесь на можно было можно было здесь его убивать конечно же 22 дрэкс кому кстати да крок рау даже мунду тогда зашел забрал 30 секунд просто до дракона но сейчас нет самой не спеллов важных у команды крау крауд и они боятся теперь еще медлайн добить потому что там вроде одну автоатаку надо сделать но теперь там будут пять человек сидеть и ждать пока кто-то пойдет эту автоатаку доделывать тут раздамаживает но перестает бить номан за фокусируется сейчас только на крипах хочет больше по крипов создать под номан за и делает рвок вперед все это становится триггером для сантоса для врыва но тут оказывается жесткий макс жестко его останавливает киилл уходит мунда ананасик выпрыгнет конечно же а зачем сюда прилетел варус но барус решил что будет сражение затяжное но она не особо затяжное и смерть смерть к лицу сантоса прикрепилась вторая смертная медлайне в той же самой точке гриффин наконец-то 2 опять кстати ловит удар торопится торопится гердничать прям видно что предыдущей игре его так поставили в позу что теперь он переживает по поводу игры и не кажется все что нужно это по скеллиц но проблема в том что хороший темп драконов и маутан если маутан то это полная по-пецки но манс быть оппонента душа будет водяная но водяная не так страшно конечно мунда под водяной душой тоже хорош но гипотетически гораздо страшнее было бы маутан душа потому что у вас однотипный урон скажем прямо очень много авто атакеров очень много физического урона магический урон идущий русский макс он батя мне кажется сейчас океана разве не скеллица не кенон тоже скеллица но и урона против козикса у кенона не будет хватать у козикса очень хорошие будет билд именно против кенона у него будет слабый билд против с слабый билд против даже люциана потому что ему не будет хватать урона чтобы их убить жесткий выбил здесь вард сидят в кустах ждут но манс не попадает под инициацию выдается ульту ни в кого не попадает даже flash никто не тратит но зачем-то экзот все же мутант вкинул но не страшно экзостик тоже можно было здесь прокастовать нам показывать повтор где кстати урон то не нанес я чуть не понял почему ему kill засчитали он не успел его кушка не засчиталась там мульта он с ульты и флэша ворвался но при всем при этом по моему кушка не успела засчитаться вышка добила люциана то есть третий удар вышки уже даже полетел летел когда почему так вот я и хочу узнать он видимо w до этого была кинута я не скажу там w просто показали саму концовку где он уже там третий удар вышки получает говорят кушка даст она может быть может быть успела кушка засчитаться раньше чем третий удар вышки и поэтому тоже засчитала но так или иначе не надо ловить просто два удара вышки когда вышки осталось 20 хп это не очень разумно просто отойдите две секунды блин крипы не убиваются никак еди кормцами мне чем отпушивать и добивайте не она почему не знает я не понял вообще кушка достала или нет потому что по анимации удар вышки мне кажется долетел раньше по анимации а тогда кто не знает кушка казикса если нажимается флэш уже не помогает она засчитывается всегда у кушка казикса но какая автоатаки многих чемпионов они тоже засчитываются хотя и заклинание которые не засчитывать если ты уходишь в невидимость но засчитываются когда ты от флэш его и что хотят и вроде тоже уходишь в невидимость для оппонента так вот странно это работает механика пока просто разгром гейминг идет и не корн сам нужно дожить но за первые 15 минут они отдали довольно много уже соперникам преимущества их единственный хороший аут это варус но варус пошел в очень странно скажу прямо вам потому что играется варус если леталити то без этого предмета но он тоже леталити предмет обычно все же делается либо клык но клык сейчас почти никто не собирает кроме китайцев они по-прежнему клык собирают даст блейд делается конечно же одна минута до дрейка если его заберут крау крауды чуть ли не 80 процентов что они уже выиграли игру там но только на грубые ошибки они будут уже выкидывать партию потому что пока все идет по потоку такому что на 23 минуте у них будет душа дракона и они могут просто пойти на на шора и соперник никак не сможет их остановить на этом на шоре слишком высокий отхил будет под душой дракона на 23 минуте ну что вот сейчас 17 минута дракон потом 23 минуты и 25 на шор и заканчиваем игру к 27 28 минуте это вот такой план должен быть сейчас на игру команды крау крауд кеннон стп он идет на топ-лейн фишеки проводит именно mighty dragon не жесткий макс аккуратненько вот сейчас жесткий макс слишком далеко идет mighty dragon зачем-то засел там в трайбуше ждут они пока мутант а они хотели прикрыть спуск двух это керри которые там неаккуратно шли но увидели на утилус и больше то никто убить двух этих одежды кофе снимал то что они не играют грейфсон на мидлейне но они пошли по методике именно про сцены корея китай европы америка и там как раз этих чемпионов не играют ноте меня скорее удивляет почему у них нет озера в драфте потому что озер часто там появляется орки там появляется этого как будто у них нет ну что ж тп кена летит можно делать инициацию можно просто побайтить через кеннона мне кажется лучше делать инициацию на он холли забегать просто и все инициацию делает райкана где кеннон то кеннон поздно завлетает и казикс выигрывает смайт войну красиво сыграл ананасик но за это они здесь погибнут конечно в большинстве своем может еще на он холли убьют да убивать но добивает конечно же добивать не отпускать ни в коем случае боса убивают за органавтом гонится мунда цепляется за него с прыгает вперед да киллов они набрали но дрейка потеряли почему так произошло очень долго кеннон соображал что ему делать откровенно говоря потому что он должен был гораздо раньше ворваться а не сидеть там что-то сверху носу ковырять но казикс красиво ворвался пересмайтил геральтка успеет успела еще и две трети вышки это и оторвало она медлайн я так понимаю сломала вот эту тир 2 здесь и ты еще почти сломала давайте посмотрим где там казикс у нас ну да просто вырос мать войну вскочил убил забрал сантас хорошо здесь сыграл откровенно говоря он выиграл кучу времени у кеннона и одновременно с этим у дальников оппоненты выиграл время но к сожалению мунда остался неуязвимым просто пошел без снятых соци эффектов потому что у него щеточек висит все еще просто пошел зашел скоро появится шурели ребят и поэтому средней стадии игры все еще я оставлял за команды крау крауд и сейчас будет шурели и под ней будет еще быстрее вбегать моды еще быстрее залетать кеном амон да уже так похож на неубиваемую машиночку антас не мог укунуть а кого-то хотел хукнуть кенона или что у кенона флэш был там как бы пофиг на этот хук по анимации просто видишь это перефлешиваешься е ульта гриффин подпушил линию у него летали цепил нота дефолтные айтемизация который сейчас часто используют на лица не на медлении а геральтку не знаю там надо смотреть повтор мне кажется он не успевал почему не играют шая тимком потому что им нужна инициация в этой игре у них никто из топ лейнера лесника и медлайнера не может провести инициацию им нужно играть саппорт ботлей саппорт ботлей это аша варус джин с горем пополам афелий страшом но афелий играется только страшом поэтому слишком ограниченный драфт можно было типа забрать афелия потом точнее трэша потом афелия добавить ну либо во втором драфте сразу же забирать двух себе этих чемпионов а можно было такие варианты смотреть просто банить афелия если будет пикнет трэш это тоже глупо так как может появиться джинкс вау массаж от гриффона прошел чуть было сантаса не довел до оргазма но он тут выживает я про это говорю да странно что он играет с этим билдом варус и причем тут нет такого что этот билд ну хорошо там будет пауэр спайк в конце игры нет там не будет пауэр спайк в конце игр там билд остается таким же и дальше ничего не меняется шорелия появилась гриффину прыгает жесткий макс и сном он сегодня немножко побил ну что дракона команда крау крау то немножко темп им сбили не выходит сомни как поймать соперника решает они просто отыграть от дракона но если они проиграть еще одного дракона начнутся проблемы откровенно говоря у этого коллектива потому что соперник будет уже выходить ближе к лейт-гейму и они будут нагонять чемпионов оппонентов а потом в один момент их даже перегонят а золото то застопорилась 4000 разницы как была такая осталась сейчас они обязаны крау крауды если они даже проигрывают этого дракона не обязаны выиграть сражение идти сразу на нашу а если они выигрывают этого дракона то либо это бесплатно происходит ну тогда просто забрали дракона и ждем еще пять минут либо мы должны все но выиграть сражение идти на нашу а ну мне кажется дайте ошибку опять в драфте и и олов искать у них нет усиления для казикса то есть либо мы от казикса отказываемся либо от и она отказывается а так просто слишком долго ждать и поэтому они сейчас большом отставание находится ну что ж дракон 7 секунд но man с телепортом 2 экзоста есть люциан спустился кеннон решает т.п. сохранить поэтому идет пешком ну да не просто дают без боя этого дракона как раз таки тот вариант 2 который я говорил происходят и хотелось бы крау краудом создать где-то битву из манить соперников на на шора но тяжело надо вышку сначала на боте добить попытаться хотя бы они даже здесь не пойдут дальше юное сердце где люди носит он у frozen hard зел но man's это чет не знаю но вообще это если там не рандуин а frozen hard не а он просто вар мог взял это рандуин будет это нормально там дуин снижает скорость атаки двум адаш ником плюс блокирует части критов хотя оба этих адашников криты не играют ну и урон по тебе уменьшает рандуин как вы знаете там в процентном отношении про там не такое большое число там 5 типом на 5 единиц меньше урона по тебе будет входить арендуин нормально показывают уменьшает урон получаем от авто атак на 11 сейчас она это номинальное число и плюс 5 там от процента идет количество здоровья потому что авто атаками его будет бита тут три игрока что это вполне актуальная тема но если он фрозенхард соберет то это просто троллинг конечно же пил но он холи ловит ульту сразу надо было нажимать он вполне может казикса убить не доигрывает но он холи не доигрывает и за это погибает но ошибка я объясню чем они дыры казикс конечно показался внизу поэтому тут же стартует краул крауды на шора не доигрывает он тем что нажимает жоню как дима ничего еще не угрожало казикс его не убивал войны вы не убивала но на шора надо забирать до конца и потом смотреть на ситуацию стяжечка идет убивает лица она убивают рейка на мутант перепрыгивать через стеночку и сразу же фаст рекол нажимает мунду успеет ли успевает улететь внутри игрока за на шора плюсово по золоту есть эзи и мунда можно значит полу сплит пуш организовать то есть две стороны сразу подпушивать но главное что нашел будет держаться еще и до океанического дракона так что тут не такая уж и большая проблема сейчас то что они потеряли игроков потеряли эти вышки команда может еще воевать мать и драгон с казиксом встретился но а кенана тут у ругать только хочется он слишком поторопился с этой же ней там конечно же вот смотрите он нажимает ему никто не угрожает мало то что про то был то надо же можем мякать в оппонентов почему-то же мягко и в другую сторону протабелл так еще и после того как ты же мякнул протабелл в другую сторону ты не пытаешься добить казикса а зачем тухую жоню ты реально хочешь из жони вылезти и победить нет конечно же ты не выиграешь никого если хотел сразу убегать это нажимаешь flash ешка этот протабелл а если начинаешь жоню а если начинаешь делать ульту то ты хочешь убить их видел армор на иона ну 119 а что такое с вышка на батлайне вышка на топе там упал и украл краудов упал еще и на мидлайне но они час вышку на боте наконец-то добили и через одну минуту будет делать дракона это душа крайне хорошая для мунда крайне хорошая для с остальным чемпиона в общем-то никакого толку от этого не поэтому я говорю что смолтон душу они были бы гораздо сильнее но немножко без зуба тоже играют и крау крауды могут затянуть слишком далеко эту игру большие проблемы ведь сном он зам начинают появляться по нему урона как будто вообще никто больше не наносит но это связано еще с резалкой от хила нет и он в команде забыли ее приобрести но появляется она у кенона появляется mighty dragon с интересным предметом цепи анафемы анафем на анафемы и непонятно кого на ее накинул потому что мне это не нравится что райты не сделали как-то повещалку на кого на накинутых над головой какой-нибудь бы значочек повесили а то вообще ничего не ясно на кого он ее накинул даже если вы играете против этого игрока вы этого узнать не может что это такое но мы за какой-то супер план на который по ходу будучи жертвой жертвы своего плана может стать нет это байт был оппонента в гриффина ловит он нажимает жоню прыгает от флешивается остается уже казик скайдает w его не успевает прикрыть и кена нажимает ульту мимо всех игроков божь ты мой какой бред не ну с таким выкидышем конечно делать здесь нечего там до дракона 7 секунд они выкидывают игру на таком месте но он в итоге возвращается на телепорте жесткий макс пытается как-то спровоцировать оппонентов на прыжочек в него чтобы дал дать по ним подкидывание ну вот и прыжочек по нему идет он сам откидывается в другую сторону его срезают прыгает вперед вару с флеша и майте драгона долго будут убивать он возможно даже убьет одного игрока так и произошло но вряд ли он кого-то убьет не все это играли да в такие моменты не хватает жесткие руки тренера который подошел и леща дал каждому игроку команды крауд крауд ну леща имеется ввиду из магазина купленного никакой физической травмы конечно же мы не собираемся игрокам давать и что потому что выкидывать ну не выигранную еще игру нет но дракон ваш ваш какого хрена вылезть почему кена нажимает ульту по одному по одному наутилусу можно узнать какого хрена ты нажимаешь ульту на одного наутилуса тебя так пугает наутилус страшный чемпион все нажимаем ульту на наутилуса он пугает меня gtrp дать лещаем до леща в gtrp но сейчас они уже не выиграют все это уже это конец ребят конечно это 2-2 следовательно с вами ждет пятая игра если они сейчас выграют это будет уже чудо потому что лейт-гейма у них нет никакого все тайминги сбиты и представьте какая-то мораль сейчас в команде находится шатдауна еще все отдали кенн юзу с говно резалки отхила так и не купили здесь хочется тоже много вопросов задать почему 800 золота так сложно потратить эзу и люциану на эти предметы когда у оппонентов три чемпиона на отхиле строит игру 3 именно строит игру это что и там просто есть отхил это гвен на жестком отхиле это конечно же иона против которого ты вообще-то на линии должен покупать предмет это ладно линию решил отстоять люциан без этого предмета или пин бьет номан за 5 попытка его поймать опять номер допрыгался в этот раз успешно килл достается люциану но что они забрать могут на шор 40 секунд телепорта нету номер за 45 секунд до его появления но если сейчас не втыкать то можно нашу разобрать вот номер изо всех сил в этой серии старается играть на стороне команды крау крауд ему нравится синие флаги синий цвет даже не синий это бирюзовый до считается на иолом нужно будет сейчас пытаться тянуть время не давать сразу стартануть на шора соперником из мутант я думаю как раз правильную позицию занял вот остальные игроки должны уже делать на шор как только он появится мутанту надо было оставаться и дальше пухать потому что но его урон тоже по нашу разгодится но не такой уж и значительный куда ушел у нас кенан боже мой кенан за 25 экранов убежал хотел обходить но уж лучше бы он не обходил бою кенану ну что с почему в рифта ну зачем ну ладно босса вы сейчас убьете просто ребята забрать 300 золотова нищего не убьют потому что забыли нажать кнопочки когда он вышел из жони и оха и дырекан забыл нажать чар макенан забыл кинуть кушку по при выходе из жони босса ну и в итоге нашу ранее потеряли но не потеряли не просто вы не забрали ну испугались казикса смайта я так понимаю идея была что казикс пересмайтит нас ай-яй-яй все страшно но вы можете в любой момент остановиться с уроном давай давайте нашу рада 2 200 останавливаетесь и как казикс пересмайтит это никак а все это время кидайте в него заклинание он вынужден будет запрыгнуть потому что в один момент если он начнет отходить вы сделать резкий разворот по на шору и все он не может никого попросить ему помочь она посмотрим игра сейчас я бы поставил где-то 70 процентов что уже выиграть юникорус потому что они дожили мы видим по драконам они все зашибись два океанических имеются резок отхила так и не появилась guardian angel то единственная проблема которая имеется у этого коллектива крау крауд принесли рыбу ешь говорят так ешь рыба вкусная в рыбе есть очень много чего ребят правильно этого этом как он приблизилась голове от слова на мозг короче думать будешь лучше что мутант и хрящен негатив импакт вносит своим с я не хочу там обижать но и фосфора да но я вообще не вижу чтобы он что-то делал за 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 игру там полторы кушки попадают не то чтобы органов ты его особо опережает но вот кто-то правильно там в чате написал какие же плохие ады керри в снг это смотрите на этом просто ну куда стоит 8 секунд кидает 5 кушек ни одно не попадает в этом душу забрали мунда просто забрал но с зато выиграл время душу забрали уходить через вниз сразу идти наверх правильно фэйс чекать все это дело должен мунда куда вы идете туда туда наверх наверх конечно на шора пойдут у чего или как вы собираетесь неделю идти спокойный вперед идти ничего не бояться понять скорее уже делают на шора да так оно и есть казикс их продолжает замедлять бежит туда майте драгон не успевает синий тринкет ставится пошла изовская ульта хорошая майте драгон флэш проигрывается майт войну но битву надо здесь выигрывать жесткий макс хорошую выдает подкидывание ульту вместе с кена нам можно добивать первого игрока добивать 2 игрока но гриффину хватит ли дэмэджа но манза добивают мутант а босс погибает от гриффина но тот погибает от да гардин энджел и получается что остался только казик живых но нашу раз забирает все же команда крокот но он холли подускали отпустил казикса была ульта еще да он нажал ее и в невидимость ушел есть крипчик есть три крипа оборонять их как как я не знаю как своих детей с этими крипами можно идти заканчивать против одного казикса просто танковать за них не давать ни в коем случае казиксу кидать в них заклинания смайты в них нажимать либо ну другой план но другого плана я не вижу очень битая будет иначе дальше структура у них они не смогут воевать против соперника в лейтгейме казикс уводит одного крипа пошла на утилоса ульта но можно заканчивать но он холика убивает он пытается убить катикса катик забивает гриффин мутант бьет нужно добивать базу радуется уже там не показали но можно сделать предположение что команда команда крык раут выигрывает 31 ну ребят кто виноват что делать давайте поговорим на эту тему о ее и так нельзя кстати нельзя так показывать я так смотрю ребят у команды снг полностью отсутствует вульгарный давайте так скажем джентльменское соглашение по мне ну неприятно конечно проигрывать или неприятно иногда когда там говорят что вы аутсайдеры бы выигрываете у вас эмоции переполняют но не надо так делать кулаки кому-то показывать все это не то так вот что произошло у юникоренцев финальном сражении финальном сражении великолепно ворвался рейкан и кеннон кеннон по сути дал ульту по четырем игрокам стоящим в нашу арпите escape оттуда сделать наверное можно было но они решили до конца воевать но не могли нормально расфокуситься то есть они не могли провести фокус по всем целям которые нужно убивать и козик вынужден был тратить прыжок запрыгивая внутрь нашу арбита а потом выпрыгивая оттуда через флэш и получается козик выключил сам себя и эта битва даже была не 5 на 5 я думаю было 5 на 5 sb отлетел одним из первых в этом сражении и без него вполне вероятно что не хватило бы дэмэдж потому что вы видели что козик туда закинулся выкинуться оттуда уже приходилось только через флэш потому что кеннон дал ульту ну что крау крауды молодцы это правда юникоренцам я не думаю что нужно работать над ошибками спросите вы меня я думаю им просто не нужно пик и точь чего они не играют в этой игре они играли свой драфт тут скажет вот они свой драфт играли тоже проиграли но эта игра была уже мораль давление уже тяжело уже психологически не особо прям так вальяжно играете и начала как-то начали профукиваться но это был их драфт здесь вот мы это видели какой-то повтор мы мэд лайнса против рга давайте посмотрим этот повторчик где наш шора забирает красная команда и красная команда еще дает подкидывание правда потом отступает хороший подкидывание идет по ларсену и ларсен попадает с карты вега становится опять монстром залезает в людей вылезает уже другим человеком совершенно и продолжает убивать всех бега нечестные но и лоя очень сильный лесник и здесь у нас что получается мэд лайнс и 10 лидирует по серии и 20 идет к этой серии понимаю понимаю но и не корм сам отказаться от того драфта которые они сегодня воровали я не знаю может быть они его действительно натренировали очень хорошо но тогда видите крау крауды к этому драфту были готовы а вы не смогли варуса достать раньше то есть варус на бутлайне это правильная идея конкретно в последней игре но это была близкая партия которая если бы была первая игра было бы интересно посмотреть но так как это была последняя игра это было критически одна ошибка и вы проиграли и вот эта вот ошибка на океаническом драконе по сути зарешала они не смогли его как-то успеть за контестить четвертого дракона отдали соперником и все еще будут матчи на сегодня все сейчас я вырублю трансляцию может быть еще сегодня запущусь может быть нет пока не при а ну давайте вот финальное сражение посмотрим даже экран вам покажу здесь это можно показать финальный экран не не это сражение здесь сражение как раз таки где все начало плохо становиться для и нюкорнсов по факту они должны были как-то попытаться не дать майте драгону первого дракона в первые шесть минут забрать а за 2 а точнее за первого дракона разменивать это на геральт квоту нет дружить другой это где cc забрали себе и потеряли двух бойцов но заберут но и снизу помните кена номер где я считал что это ошибка меня больше интересует финальное сражение следите за казиксом что он будет делать но man за ловушки показывают игрока максимум два пика такого надо увольнять teamfight manager пошел с тобой соглашусь teamfight менеджере это 4 чемпиона можно выучить игроку лесу просили за ради да 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 сделаем сделаем лисе сделаем рейт если она стримит вот-вот смотрите где казикс видите где казикс находится и он вы на а блин я же я же не на ю тубе чёрт я же не на ю тубе ребят лол и спортс давайте назад промотаем вот где казикс находится вы видите да и они делают на шор и казикс вынужден запрыгивать туда внутрь почему потому что мать и драгон успел дойти были варианты как остановить мать и драгона и жесткого макса ну как-то через на у тела сунуть тяжеловато может быть казиксу не надо было их здесь пытаться останавливать она была сразу бежать к своей команде сразу начинать делать на шора там сион в рунтере будет да ну я потом в рунтер мы в этом году еще поиграем и если пананасик сразу был со своей командой они быстрее забрали на шор потому что казикса наверно из всего этого состава кроме и она она казикса больше всех урона то есть я думаю и она больше нас чем казикс но фактически казикс основной здесь дмж дилер был панашора в итоге он впрыгивает сразу же кушки свои сносит 500 жесткий макс час будет делать супер инициацию причем его поймают видите он успевает сделать по орган авто заклинание органов дал ульту в него смает войну выиграли вроде все хорошо но как отсюда ретироваться ульты орган авто нет и она задела только двух игроков и один из них по сути только за захвачен потому что мунда уже все но внутри стоит и пошел кулинг от гриффина мутант дает кушку и сейчас но он холи ворвется и вот он уже казикс понимает что сейчас произойдет у казикса в голове сейчас одни мысли только надо отступать пацаны надо пытаться спасать жопу потому что сейчас просто в нас ворвутся он все делать верно и сейчас казикс по моему вы флешается да вот вы флешился хотя у него мало здоровья было ладно он слишком долго сидел о чем так долго сидел что что он делал погодить что 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 ты делал ананасик ты бил кенана под ультой серьезно так ладно им нужно им провица ребят я меняю свою свою я тут их защищал сейчас нет им нужно им провица тут какая-то проблема у игроков они один игрок на медлене не может стоять я не буду говорить про кого не будем показывать на него пальцем вот этот вот ананасик в этом сражении не убивает мунда ребят смотрите внимательно он выбирал начинает бить кенана под ультой когда понимает что кенана убивает от флешивается хотя мне казалось здесь сразу надо ну то есть вообще ну я не знаю как я бы сыграл именно в данном моменте но идеальный place здесь и мне кажется что иногда бы я его сделал то есть там в 100 случаях я бы ну где-то в 30 процентах точно это бы сделал а вот он я казикс и я вижу вот этого райкана и вижу что отсюда идет кенан кричу ребятам бэк бэк они не отходят бьем эти драгона когда я вижу что жесткий макс потерял все здоровье и я не знаю там по заклинанию честно нажать бы на казикса не на варуса скорее всего я бы сделал сюда flash прыжок если прыжок у нас в откате если прыжок без отката то подошел бы к этой стенке и ждал бы вот очень глубоко к стенке и ждал бы пока откатится прыжок почему так потому что я не вижу смысла мне сейчас залезать в кино на ульту кена вряд ли до меня доберется он будет этих убивать в начале а я буду потом финишить все но он сам залезает в кино на ульту не добивает mighty dragon а бьет зачем-то нон холли еще успевает дать автоатаку под он холли потом только выпрыгивает восстанавливать себе часть здоровья и вот она проблема казикс не может вернуться в тимфайт ульта его сейчас откатится но ей воспользоваться он не сможет гриффин уходит guardian angel казикс только выдает w очень странный розыгрыш но опять же если мы будем всех остальных игроков рассматривать там такие же розыгрыши так что здесь вполне вероятно что надо импровиться именно всей команде не только в драфте дело потому что драфту крау крауд тоже был не идеальный но это все мы увидим через неделю до через неделю будут играть друг против друга еще раз чувствовать посмотрим расписание расписание чемпионата и уникорн сыграют завтра с оба же и 4 сентября у них там две недели две недели ребят времени подготовиться к матчу реваншу но завтра им играть с командой оба же и вот будет сенсация если оба же завтра попустит команду и уникансов на вот же будет тогда сенсационка сенсационка это может произойти потому что оба же это как бы главный конкурент их был по чемпионату в этом сплите в предыдущем сплите все правильно помню до предыдущем сплите оба же были отправлены вниз и не сыграли то есть оба же точнее не были отправлены вниз оба же выбрали себе другого соперника и так и не сыграли с уникорн сами вот сейчас у них этот шанс появляется завтра как-то исправится оба же поплыли уже но посмотрим посмотрим куда они там поплыли где они поплыли завтра это все дело увидим но так на сегодня все ребят идем на перерыв